Цифры – его конёк. Педагог Медведевской школы был признан лучшим молодым учителем МРИЭЛ, что помогло ему завоевать почётное звание, индивидуальный подход к ученикам или способность объяснять сложные темы. На уроки побывала наша съёмочная группа. Ежегодно в МРИЭЛ проводится республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют». В этом году в нём приняли участие более 20 преподавателей. По результатам конкурсных испытаний лучшим молодым педагогом МРИЭЛ признан Николай Смаркалов, учитель Медведевской школы номер 2. Николай Андреевич ведёт один из самых сложных предметов – математику. И каждый день задаётся вопросом, как вызвать у ребёнка интерес к цифрам и графикам. Он признаётся, что начинать педагогическую карьеру тяжело, особенно, когда после университета был большой перерыв. Более 10 лет Смаркалов занимался другой деятельностью, но также связанной с цифрами. В Медведевской школе он работает третий год. О первом уроке вспоминает с улыбкой. Занял звонок, закрылась дверь. Я растерялся на самом деле. Я посмотрел на детей, пятый класс. Они сидели, смотрели на меня с таким знакомым вопросом, а что принесёт этот новый учитель после начальной школы. Я растерялся. Но это было какие-то доли секунды буквально. Но это было приятное воспоминание, которое я до сих пор вспоминаю. И, собственно, потом начался урок. Я очень тщательно подготовился к этому уроку. Сейчас ученики Николая Андреевича уверенно разбираются даже в самых сложных темах. Также он взял на себя классное руководство. Пандемия коронавируса внесла коррективы в формат обучения. И особенно трудно было подстроиться молодым педагогам. За время дистанционного обучения мы перепробовали ряд технологий. Но, как показала практика, не всегда неэффективны, потому что именно нужно живое взаимодействие с ребёнком напрямую. Именно вот этот диалог, он очень важен и нужен. И смотреть, что, собственно, он делает через монитор. Когда в классе находится во время урока 20 человек и больше, мы, к сожалению, не можем у каждого посмотреть ребёнка в тетради, что он пишет. И пишет ли он вообще. Поэтому вот дистанционные технологии есть свои минусы. Республиканский конкурс «Педагогический дебют» проводится Министерством образования и науки Республики Мариэл. Ежегодно комиссия выбирает победителей в трёх номинациях. Молодые учителя, молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций и педагог-наставник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова